Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. И это родство земли и неба неизменно приводит наши мысли к Богу и к тому, что Творец создал поистине удивительные места для раскрытия подлинной красоты человеческой души. Некогда святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал, «На Валааме на каждом камне можно служить литургию. Все камни здесь политы кровью насельников Валаамской обители, жизнь которых всегда была сродни подвигу». Путь к святому острову, где находится самый удаленный из всех Валаамских скитов, проходит мимо отвесных скал. Грозные и суровые, они закрывают от праздных глаз место духовных подвигов преподобного Александра Свирского. Здесь, пятьсот лет назад, в пещерке, вырубленной скале, он подвязался в посте и молитвах. Юноша Амос пришел на Валаам, когда ему было девятнадцать лет. Семь лет он прожил на острове послушником, а в 1474 году принял монашеский постриг с именем Александр. Трудясь в пекарне, он до изнеможения таскал воду и дрова из леса. Вся жизнь его была аскезой. Раньше всех являлся в монастырскую церковь и всегда стоял на одном месте, сосредоточившись на молитве так, что даже не переступал ногами. Во всякое время употреблял только хлеб и воду, и то в малом количестве. Одежду носил такую, что, по выражению его ученика, она едва прикрывала его наготу. Об иноке Александрия пошла молва, как о великом подвижнике. Но загрустил молодой монах, ведь он стремился не к славе. По благословению Игумена, смиренный инок поселился на острове, который впоследствии в память о преподобном Александре был назван святым. В крохотной пещере на уединенном далеком острове инок прожил семь лет. Это удивительное святое место сохранилось до наших дней. При входе плечи задевает за стены. Едва теплящийся перед образами свет лампады освещает все пространство кельи. И больше здесь ничего нет, кроме голого камня. Иконы дают нам возможность увидеть то, что нам никогда не будет дано, и то, что видел своими глазами преподобный. Три мужа в белых одеждах, сияющих невразимым светом, берут его за руку. Александру Свирскому, как и праотцу Аврааму, являлась сама святая Троица. В житии преподобного Александра сказано, что от великих трудов кожа на теле его сделалась такою жесткою, что не боялась и каменного ударения. В этой открытой всем ладожским ветрам пещере закалилось тело святого настолько, что превратилось в неучтожимый светильник души. И этот божественный отцвет, приобретенный здесь, святой Александр понес позже с собой на берега реки Свирь, где по велению Божией Матери основал монастырь. В 15 веке ушел с берегов Ладоги преподобный Александр, а в середине 19 века по благословению игумена Дамаскина на острове был создан скит, возведена часовня, со временем перестроенная в храм. Небольшую деревянную церковь осветили во имя преподобного Александра Свирского. Служба в храме совершалась в празднике, в будние дни неусыпно читалась псалтирь. Скид этот, в котором к тому времени проживало восемь иноков, отличался строгим уставом. Молочную пищу братья не вкушали даже в обычные дни. Деревянный храм эпохи Дамаскина не сохранился, но во время возрождения Валаамской обители выстроен новый, полностью уподобленный прежнему. В его скромной деревянной простоте и скудном убранстве царит необыкновенный покой, и рука сама тянется к лежащему на подоконнике Акафисту. Пока не помолишься Александру Свирскому, не захочешь уйти из храма. Но и после невозможно расстаться в мыслях с его образом. Перед глазами, словно клейма с иконы, стоят эпизоды из жизни преподобного. Вот лежат возле церкви дрова. Будто Александр Свирский наколол их, как сделал это 600 лет назад, когда к нему, уже игумену монастыря, пришел эконом и попросил послать в лес за дровами какого-нибудь праздного монаха. «Я празден», – отвечал преподобный, взял топор и отправился в лес. Возделывать Божий дар можно в любые времена. Результаты таких трудов порой сказываются через годы, а то и через столетия. Но, пользуясь ими, потомки вдруг научаются быть благодарными. Так мы, подойдя к обрыву скалы, вдруг захлебнулись увиденной красотой. А показал ее нам «Один из насельников скита, трудившийся здесь в XIX веке. Несколько лет окольцовывал он труднопроходимый заповедный остров паломнической тропой. Пилил деревья, корчевал пни, расчищал завалы у самой кромки скал. А мы любуемся все тем же ковром из северного мха, расстеленного у подмежья скалы и разлитым по воде солнцем». В свое время постичь красоту Божьего мира труднику XIX века помог простой, трудолюбивый монах Александр Свирский, подвязавшийся на валами в веке XV. И вот слава об одном из крупнейших российских монастырей распространилась по Руси до XXI века. И помоги нам сегодняшним Господи хоть чем-то украсить мир вокруг себя и своей души и хоть что-то от первозданного донести до своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok